День строительства День строительства День строительства Более 10 тысяч жителей Тельмановского района. В принципе, работы не приостанавливаются, и сейчас активно выполняются капитальные ремонты зданий. То, что касается как раз подготовки к осенне-зимнему периоду – это ремонт кровель, остекление, система отопления. Отмечается, что работа в строительной отрасли продолжается и по постройке новых сооружений, хоть и не в таких больших масштабах, как в 2015-2017 годах. Тоже, к сожалению, в этом году построено довольно-таки мало домов, но у новых домостроений строится в основном частный жилой сектор. Было построено 10 домов в Мариновке и Степановке, и дополнительных 10 домов строится в Никишино. Это как раз самые пострадавшие поселки нашей республики. Сообщается, что в этом году также был разработан проект по обустройству пограничных пунктов пропуска с Украиной. На первом из них, а именно на КПП Еленовка, уже приступили к запланированным работам. По проекту там будет поставлено 6 модулей, в котором будет сидеть 6 пограничников и 6 сотрудников таможенной службы. В одну сторону то же самое будет и в другую сторону. Тем самым мы увеличим пропускную способность более чем в два раза. На сегодня около 6 тысяч человек проходят данный пункт пропуска. При реализации и строительстве, введении в эксплуатацию данного пункта пропуска будет легко проходить 12 тысяч человек. В рамках подведения итогов Сергей Наумец подчеркнул, что в настоящий момент в республике довольно большое количество объектов требует восстановления. В результате боевых действий на территории ДНР было повреждено более 27 тысяч частных и многоквартирных домов, а восстановлено на сегодняшний день лишь около 11 тысяч. Поэтому строительная отрасль сейчас особо нуждается в профессиональных кадрах, которые смогут принять участие в восстановлении. Рабочие места есть, строителей нужно, конечно, гораздо больше, потому что объемы разрушения у нас огромные по республике. Поэтому всех строителей мы приглашаем поучаствовать в восстановлении. Также в преддверии Дня строителя Сергей Наумец поздравил всех работников этой отрасли с их профессиональным праздником. Всех строителей поздравляю с профессиональным праздником. Благодарю вас за ваш тяжелый, но очень благородный труд. Хочу пожелать построить как можно больше объектов, которые сотни лет будут украшать нашу республику, наши города. Чтобы люди вспоминали вас добрым словом и благодарили за то, что вы делаете ежедневно, выходя на свой трудовой долг и на свои объекты. Также хочу пожелать здоровья, благополучия и, наверное, чтобы ваш труд приносил вам не только достаток, но и огромное удовольствие. Дарья Шарапова, Андрей Квасов, Новороссия ТВ. В Донецкой Народной Республике уже начали отмечать День строителя. Так, 8 августа в Центре славянской культуры состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого отметили заслуги работников этой отрасли. Уже в это воскресенье работники строительной отрасли будут отмечать профессиональный праздник. В канун этой праздничной даты в столице Донецкой Народной Республики уже начали поздравлять представителей этой отрасли. Так, буквально через пару минут в Центре славянской культуры состоится торжественное мероприятие, в ходе которого наградят лучших работников этой отрасли. Поздравительные песни и торжественные речи не утихали в зале славянской культуры. Сегодня здесь чествовали заслуги строителей Донецкой Народной Республики. Лучших работников не только порадовали праздничной программой, но и вручили им заслуженные награды. Одна из них, а именно медаль за трудовую доблесть, была вручена Николаю Зайченко, ректору Донбасской Национальной Академии Строительства и Архитектуры, которая выпускает будущих работников этой отрасли. Я считаю, что награда не моя личная, награда это коллектива, коллектива Академии. Ну и конечно это я связываю прежде всего с подготовкой и реализацией программы, которая связана с аккредитацией образовательных программ строительства в Российской Федерации. Это, конечно, помогает не только нашим студентам получать дипломы, но самое главное это на порядок, я считаю, поднят уровень образования, который соответствует наивысшим стандартам Российской Федерации. Еще одной наградой был удостоен директор частного предприятия «Стройсервис» Анатолий Афанасьев. По его мнению, каждый работник строительной отрасли достойен уважения, ведь они трудятся, не покладая рук, выполняя большой объем работ. Мы занимаемся восстановлением, восстанавливаем города Дебальцево, Шахтерск, Донецк, ну и вот основная наша сейчас работа. По мнению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, строители Донбасса действительно заслуживают уважения, ведь они настоящие профессионалы своего дела и полностью справляются с каждой поставленной задачей. Я думаю, более чем справляются, так как действительно пять лет идет война, мы все еще строим и я думаю, что в ближайшее время будем строить гораздо в больших объемах. Также Сергей Наумец подчеркнул, что в этом году строители действительно выполнили много работ по восстановлению и ремонту зданий, а также построили ряд новых сооружений. Но это, как он отметил, далеко не все планы по строительству на этот год. Планы министерства действительно большие, огромные. К этим бы планам привязать еще министерство финансов, чтобы оплачивали все те работы, которые мы запланировали. Разрушенных объектов очень много и первоочередные планы это восстановить то, что разрушили военные силы Украины. Отметим, что за последние пять лет строителями республики было восстановлено более 10 тысяч объектов. Ежедневно они отдают все свои силы, чтобы привести инфраструктуру ДНР в порядок, возводят новые здания и ремонтируют разрушенные сооружения. Поэтому они действительно заслуживают самых больших наград и почета в День строителя. Дарья Шарапова, Татьяна Фомина, Новороссия ТВ. Донецкая Народная Республика переходит на программно-целевое управление. Об этом рассказал зампредседателя правительства Владимир Пашков. По его словам, теперь работу чиновников будут оценивать согласно задекларированным при формировании бюджета статьям расходов и срокам. Все оценивают деятельность власти, а сколько денег. Вот сейчас есть установка, есть понимание, и это правильно перейти не от денег, а перейти к результатам. Вы говорили, что вы отремонтируете 150 тысяч квадратных метров чего-то. А давайте будем говорить, давайте не 150 тысяч, а вот конкретный объект, школа номер 8, больница номер 2. Вот это вот уже разговор. И тогда люди, когда смотрят телевизор, они не пребывают в непонятном состоянии. Согласно постановлению правительства ДНР от 19 июня 2019 года, с 1 по 14 октября в республике пройдет перепись населения. Последние данные о количестве жителей на Донбассе датируются 2001 годом. С тех пор многое изменилось, а точная численность жителей ДНР до сих пор неизвестна. Начальник главного управления статистики Галина Скобцова в интервью нашему телеканалу разъяснила все подробности. Как это будет проходить? Переписчик заходит в семью и задает вопросы. Вопросы достаточно простые, но очень важные для нас. Это пол, возраст, образование, какими языками владеете, источник финансирования, проживание, за счет чего население домохозяйства проживает. Но здесь очень важно отметить, что это ни в коем случае информация не будет касаться денежных вопросов, чтобы люди не боялись отвечали. Это будут вопросы о наличии детей. То есть это самые такие основные вопросы, которые в конечном итоге позволят нам получить информацию о составе нашего населения. Также Галина Скобцова рассказала, что нужно делать, если вы по тем или иным причинам не приняли у себя переписчика. Если человек по тем или иным причинам не будет принимать у себя переписчика, боясь, и мы это понимаем, что такое может быть, то предусмотрены стационарные переписные участки, которые будут находиться, мы предполагаем, вблизи домохозяйства, чтобы людям было удобно прийти и переписаться. Это мероприятие сугубо исходящее из души человека. Он должен прийти сознательно, переписаться. Никакого наказания не предусмотрено. Задают нам и такие вопросы. Это все анонимно. Никакие документы предоставлять не нужно. Просто нужно ответить на те вопросы, которые будет задавать переписчик. Заполняет сам переписчик этот опросный лист. Человек может проверить, правильно ли заполнено. И переписчик обязан записать ровно то, что ему скажет человек. Кроме этого, по словам начальника главного управления статистики, переписчики будут иметь отличительные атрибуты, чтобы жители знали, кому дают свои данные. Эти переписчики будут иметь удостоверение, которое подтверждается паспортными данными, определенный значок с эмблемой переписи населения, республиканской перевозки 2019, атрибуты, портфель. То есть народ, наше население будет понимать, с кем работают. Для этого мы проведем работу разъяснительную, информационную. Информация будет выложена на нашем официальном сайте. Будут проводиться различные мероприятия, объясняющие и разъясняющие этот процесс. Главное управление статистики призывает жителей ответственно отнестись к данному мероприятию и честно отвечать на вопросы переписчиков. Сведения о республиканской переписи населения необходимы органам власти, чтобы планировать бюджет и разрабатывать прогнозы экономического и социального развития нашей республики. Александр Мартынюк, Андрей Квасов, Новороссия ТВ. Главное управление статистики ДНР опубликовало перечень вакансий для проведения республиканской переписи населения. Соответствующий список размещен на официальном сайте Главстата. Набор специалистов идет по семи направлениям. Контролер полевого уровня, инструктор, переписчик, специалист по оформлению персонала, диспетчер хранилища портфелей, кодировщик и грузчик. Для ряда специалистов будет организован краткий обучающий курс. Напомним, в проведении и обработке данных переписи населения будут задействованы более 9 тысяч человек. Ранее сообщалось, что республиканская перепись населения пройдет ДНР с 1 по 14 октября 2019 года. С 5 августа жители ДНР имеют возможность оформить талон в электронную очередь миграционной службы МВД ДНР без посещения отделений связи государственного предприятия Почта Донбасса. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Денис Неудачин. Мы представляем портал госуслуги dnr.rus, созданный нашими специалистами, который уже с сегодняшнего дня позволит упростить процедуру получения талона в электронную очередь миграционной службы МВД ДНР. Нововведение касается граждан, оформивших электронно-цифровую подпись в наших единых центрах связи. Оформить подпись можно в любом ЕЦС на территории республики, либо заказать онлайн через сайт аккредитованного удостоверяющего центра Почты Донбасса. Портал госуслуг, в свою очередь, показывает возможность регистрации для подачи документов на оформление граждан ДНР и России. В дальнейшем спектр предоставляемых услуг предполагается расширять. Число жителей ДНР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке, приблизилось к 8 тысячам. Об этом сообщили в миграционной службе Министерства внутренних дел республики. Всего с момента подписания указа получен в упрощенном порядке 7971 паспорт РФ, отметили в службе. Напомним, что в понедельник в ДНР начал свою работу портал госуслуг, с помощью которого жители смогут записаться в электронную очередь на получение российских республиканских паспортов. Донецкая и Луганская народные республики объединили железные дороги в трансграничный концерн железной дороги Донбасса. Об этом сообщил генеральный директор государственного предприятия «Донецкая железная дорога» Владимир Кабаций. Генеральным директором-председателем правления концерна назначен Назарян Василий Витальевич. Участники концерна ГП «Донецкая железная дорога» и ГУП «Луганская железная дорога». Как отметил ИОЗа министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин, создание концерна позволит оптимизировать железнодорожные перевозки между республиками. Создание трансграничного концерна, проще сказать, объединение двух дорог под единое управление, позволит оптимизировать перевозки грузов и пассажиров на территории двух республик и максимально эффективно использовать производственные мощности железных дорог. В июле 2019 года правительством Донецкой Народной Республики было принято решение создать государственный концерн «Энергия Донбасса». Ожидается, что такие меры позволят оперативно организовать эффективность работы и управления государственными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере электроэнергетики. Одним из предприятий, включенных в концерн, является «Энергия Донбасса». Республиканское предприятие «Энергия Донбасса» состоит на страже энергобезопасности нашей республики. Неоценимый вклад в обеспечение ДНР-энергии вносит Старобешевская теплоэлектростанция. Поэтому обеспечить стабильность ее работы – одна из важнейших задач. Для нашей республики и для Луганской Народной Республики Старобешевская ТЭС вырабатывает львиную долю электроэнергии на эти две республики. По состоянию на сегодняшний день Зуевская ТЭС работает одним блоком. Мы работали пятью блоками. На выходные взяли в ремонт один блок. То есть на август месяц запланирована работа пятью блоками и один – Зуевский. То есть мы, можно сказать, 90% электроэнергии вырабатываем в ДНР и ЛНР. Как рассказал Валерий Бекеров, в июне, накануне планового текущего ремонта, статор генератора энергоблока номер 10 вышел из строя. В этой связи было принято решение перенести статор генератора энергоблока номер 4 на штатное место статора блока номер 10. Это позволит существенно ускорить ремонт энергоблока и запустить его в кратчайшие сроки. Когда все подготовительные работы были завершены, а все действия команды согласованы, под руководством мастера производственного участка Алексея Веслагузова начался процесс замены статора. С особой осторожностью, ведь на кону свыше двух с половиной тонн его закрепили на кране. Теперь его транспортируют к десятому энергоблоку, где впоследствии он и будет установлен. Благодаря слаженной работе команды профессионалов задача успешно выполнена. На лицах рабочих улыбки, каждый из них до последнего переживал. Но теперь все волнения позади. Выполнали перевозку статора крупного аварийного груза, статор установлено на свое штатное место, персонал справился с идеями, с заданием. Работа выполнена на ура, все подошло, все осталось. Однако, по словам главного инженера, это только первый шаг. Впереди еще множество работы, ведь в планах у Старобешевской ТЭС уже к зиме, после завершения ремонтной кампании, вывести в работу семь энергоблоков. Объемы производства растут, поэтому неудивительно, что и количество новых сотрудников на теплоэлектростанции увеличивается. К слову, специальную профподготовку выпускники соответствующих вузов проходят непосредственно на Старобешевской ТЭС. Сейчас на предприятии работает более 2000 человек, и несмотря на кадровый голод, который есть, присутствует в республике, у нас работают высококвалифицированные специалисты, и мы стараемся свой персонал обучать, повышать их уровень, с тем, чтобы на предприятии все ремонтные работы, эксплуатационные мероприятия, все проводились на должном уровне. К сожалению, на рынке труда ДНР нет готовых кадров, поэтому мы стараемся подготавливать их самостоятельно. У нас запущена система обучения, у нас запущена работа с молодыми специалистами, сейчас начинается работа с наставниками. То есть стараемся сделать так, чтобы предприятие получило и полноценный кадровый резерв, и подготовить высококвалифицированных специалистов. По словам Татьяны Коржовой, на предприятии созданы все условия для эффективной работы, а кадровая политика предусматривает хороший соцпакет, прописанный в коллективном договоре. Кроме остальных социальных гарантий, на предприятии предоставляется полный пакет соцуслуг, начиная с ежегодного отпуска не менее 28 календарных дней, также есть отпуск за ненормированный рабочий день, отпуск за вредные и особые условия труда. Кроме того, мы предоставляем все виды детских, родительских отпусков, то есть в полной мере идет социальная защита наших работников, в том числе и выплаты больничных, и оплата ежегодных ученических отпусков. С 2017 года на предприятии полной мерой разработал наш профсоюз. С принятием коллективного договора в 2018 году профсоюз получил возможность стимулировать наш персонал, возможность предоставлять дополнительные места отдыха. Так сейчас, в этом году, допустим, наши работники отдыхают в Седово, в двух пансионатах, а дети работников, которые являются членами профсоюза, оздоровляют своих детей под Таганрогом. При этом заместитель директора по управлению персоналом выразила надежду на то, что создание государственного концерна «Энергия Донбасса» положительно скажется на работе теплоэлектростанции. Появление государственного концерна мы связываем с будущими надеждами на улучшение социальных условий, на изменение коллективного договора в части и заработной платы, и социальной гарантии наших работников. Все живем надеждой на будущее, что этот концерн принесет в жизнь предприятий новую финансовую струю и, соответственно, новые направления в работе, которые позволят нам более полно обеспечивать жителей республики электроэнергией. Виктория Полянская, Алексей Полянский, Новороссия ТВ. 6 августа в обособленном подразделении «Зуевская ТЭС» республиканского предприятия «Энергия Донбасса» состоялась приемка, разгрузка и входной контроль маслоохладителей для энергоблоков номер 1 и 2. «Энергия Донбасса» – это крупнейшее энергетическое предприятие ДНР. Его основной деятельностью является выработка электроэнергии. В его состав входит ряд обособленных подразделений. Сегодня на одном из них, а именно на «Зуевской ТЭС», принимают новые маслоохладители. Маслоохладительная система – важная составляющая бесперебойной работы энергоблоков, которые обеспечивают республику электроэнергии. Для того, чтобы предотвратить аварийные ситуации на энергетических предприятиях, необходимо своевременно производить замену маслоохладителей. С момента ввода в эксплуатацию блоков, с 82-го года им уже 37 лет, поэтому они уже срок отходили. Поэтому мы планомерно их уже меняем. Уже на втором блоке поменяли три, сейчас еще три привезли, еще два в работе, и в дальнейшем будем также менять все, потому что они уже просто свой срок службы здесь выходили, и их надо в любом случае менять, чтобы была безаварийная работа. Производством новых маслоохладителей занималось государственное предприятие «Снежнянский МАШ», с которым «Зуевская ТЭС» сотрудничает уже достаточно долго. На данном этапе было нами изготовлено и поставлено пять, три маслоохладителя из пяти заявленных по договору. Эти три маслоохладителя мы изготовили и поставили с соблюдением всего регламента в технологии. До того, как приступали к изготовлению данного оборудования, имелась возможность согласовать со службами ОППР станции все технические моменты, которые требуются при данном изделии. Отметим, что для обеспечения эффективности работы предприятий, осуществляющих выработку электроэнергии, в июле этого года правительством ДНР был создан государственный концерн «Энергия Донбасса». Такое решение уже принесло первые плоды. В настоящий момент практически на всех предприятиях концерна происходит замена оборудования и необходимые ремонтные работы для наращивания энергетического потенциала республики. Неудивительно, что такие положительные изменения коснулись и Зуевскую ТЭС. «Мы сегодня получаем часть оборудования, производство «Снежнянский Маша», наше предприятие ДНР, соседи наши из города Снежного. Значит, ну, данное оборудование предусмотрено к замене в рамках проводимой на предприятии ремонтной программы по подготовке электростанций к прохождению осенне-зимнего периода. То есть у нас запланирована серьезная ремонтная кампания». Приятно осознавать, что работы по замене маслоохладителей в этом году далеко не единственные. Уже запланирован довольно большой пласт работ по замене и усовершенствованию оборудования как на Зуевской теплоэлектростанции, так и в других подразделениях республиканского предприятия «Энергия Донбасса». Дарья Шарапова, Андрей Квасов, Новороссия ТВ. В июле 2019 года угледобывающие предприятия Донецкой Народной Республики всех форм собственности добыли свыше 783 тысяч тонн угля. Лучшие показатели у государственных предприятий шахта «Комсомолец Донбасса», «Торес Антрацит» и «Макеев Уголь». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР. В индусе добавили, что в период с января по июль горняки добыли почти 4,9 миллиона тонн черного золота, выполнив план на 103,9%. Сейчас осталось не так много мест, где учат доброму отношению к людям, где закладываются основы будущей профессии, где наши дети могут интересно, а главное с пользой проводить время. Побывать в таком месте и совершить путешествие из детства в детство я предлагаю в нашем следующем сюжете. Детская железная дорога «Донецкий Зори» – это одновременно и учеба, и игра. Вот уже 47 лет дети играя, обучаются, выбирают все будущие профессии. Растет смена нынешним железнодорожникам. Как говорится, дорог много, а железная одна. Среди работающих железнодорожных линий это выделяется особенно. По ней можно проехать, но главной ее особенностью является не столько возможность добраться из точки А в точку Б, и тем более не скорость передвижения, а атмосфера сказки, детства и праздника. Всего-то чуть более двух километров, а сколько эмоций у ребят, и какая серьезность и ответственность у юного персонала. Впрочем, для одних это отдых, а для других – практика. На детской железной дороге имени Виктора Васильевича Преклонского проходит обучение школьники 10-17 лет по выбранной специальности, более половины из которых впоследствии становятся профессиональными железнодорожниками. Да, мне нравится здесь атмосфера, а также хороший коллектив. А чем ты здесь занимаешься? Мы здесь получаем опыт в работе железнодорожников, мы здесь работаем как проводниками, так и начальниками поезда, машинистами, помощниками машинистов, дублерами и многое другого. Я пришла, меня определили в четвертую смену, вот я стала дублером проводника. Вот на протяжении трех лет я была проводником, потом нас начали менять в должностях. Мы были ревизорами, стрелочниками-сигналистами, операторами, при ДСП, дикторами. Сама детская железная дорога до 18 лет, вот, у нас менялся начальник смены. Вот, и получается так, что мне пришлось после моего начальника смены, да, перенять эту эстафету и тоже стать начальником смены номер 4. Вот по сей день я занимаю эту должность, в этом году ухожу в институт, да, и буду передавать свои полномочия другому человеку из моей смены. Детские железные дороги – явление, появившееся в 30-х годах в СССР и востребованное по сей день. Регулярно обновляемые дороги разных лет постройки действуют во многих городах бывшего СССР. В те времена детскую железную дорогу могли позволить себе только богатые промышленные мегаполисы. Донецк входил в их число. Первая детская железная дорога в Донецке открылась еще в далеком 1936 году в парке имени Щербакова. Тогда линия детской железной дороги состояла из двух станций. Главная станция «Орленок», находившаяся на месте нынешнего летнего театра, и станция «Счастливое детство». На дороге курсировало несколько пассажирских электропоездов по конструкции напоминавших трамвай. Но она была практически полностью разрушена во время фашистской оккупации. И после Великой Отечественной войны восстанавливать ее не стали. А в 1972 году о ней вспомнили вновь. Но рельсы проложили уже в другом парке. И у города появилась своя двухкилометровая детская ветка. Три станции, депо и подвижной состав из десятка вагонов и двух тепловозов. В таком виде Донецкая детская железная дорога имени Преклонского открылась 19 мая 1972 года. Сегодня фирменный поезд «Донецкий Зори» курсирует между станциями «Пионерская» и «Шахтерская» по маршруту длиной в 2,1 километра. Длительность поездки по дороге составляет 25 минут. Главная станция «Пионерская» находится в парке Ленинского комсомола. Вторая станция «Шахтерская» находится в Ивановке. На обеих станциях было сооружено по две пассажирские платформы – здание вокзалов, а на станции «Шахтерская» еще локомотивное депо для трех тепловозов и музей железной дороги. Подвижной состав состоит из двух тепловозов и шести вагонов. Летом 2014 года в ходе боевых действий в районе Донецка дорога получила повреждения. Снаряды ложились буквально в нескольких сотнях метров. Рядом Донбасс-арена, чуть дальше раненые минами ДК «Юность». Однако они оказались некритичными, и 1 мая 2015 года на линии было возобновлено пассажирское движение. Детская железная дорога является социальным объектом, обособленным подразделением госпредприятия «Донецкая железная дорога» в качестве учебного предприятия. На ней почти тысяча ребятишек занимаются и осваивают более десятка специальностей, включенных в штатное расписание. Для детей на детской железной дороге работают разнообразные кружки – железнодорожные, музыкальные, краеведческие, театральные, умелые руки и компьютерные. Главным отличием от обычных железных дорог является ширина колеи. Как правило, это 750 мм вместо общесетевой 1520 мм. И то, что все должности занимают дети, за которыми наблюдают, но стараются не вмешиваться в работу инструкторы. Детские железные дороги не являются аттракционами. Это учебные полигоны для практических занятий юных железнодорожников. За 9 месяцев 2018 года фирменным поездом «Донецкий Зори» было перевезено более 15 тысяч пассажиров. Принятые на детской железной дороге правила эксплуатации, также максимально приближены к правилам эксплуатации железных дорог общего пользования. Дорога радует наших детей уже не одно поколение. И те, кто приходил сюда на открытие, будут покататься на фирменном поезде «Донецкий Зори» уже своих внуков. Здесь можно послушать веселые песенки, посетить кафе. Вся территория ухожена, везде чистота и порядок. Вагончики поезда оформлены очень креативно и каждый в своем стиле. На станции «Шахтерской» юные пассажиры могут посетить музей Донецкой малой железной дороги, посмотреть и послушать ее историю. Вот и закончилось наше маленькое путешествие в страну будущих железнодорожников. Мамы, папы и дети, не забывайте, что детская железная дорога «Донецкий Зори» ждет вас. Татьяна Фомина, Андрей Квасов, Роман Сикорский, Новороссия ТВ. Это были все важные события за неделю. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и YouTube-канале Новороссия ТВ. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии для вас работал Роман Сикорский. Оставайтесь с нами и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин